МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Семья из села Кавш-Дузон Гесарского района вот уже 20 лет кохочет получить приусадебный участок. Однако все усилия остаются безрезультатными. Азизби Аюбова рассказала о своих стараниях для приобретения участка земли. Я подавала заявление на получение земли еще в 1996 году. Есть люди, которые после нас подавали заявление и уже работают на ней. В 2012 году мой сын еще раз подал заявление. Тогда нам сказали, что необходимо внести деньги для развития Гесара. Мы отдали все свои сбережения, но результата не последовало. Люди, имен которых даже нет в списках, уже стали собственниками земли. Некоторые из них родились гораздо позже, чем мы приехали в этот дом. У меня шестеро детей. Сын Азизби Абдукарим Аюбов сейчас находится в трудовой миграции. Он не может вернуться домой. В родительском доме очень тесно. Ему с семьей фактически жить негде. С просьбой о выделении участка он обращался в органы местного управления порядка 20 раз, как в письменном виде, так и в устной форме. Мы живем в совершенно непригодных для жилья условиях. У меня пятеро детей. Зимой в доме жить невозможно. Осадки льются с соседней крыши в наш двор. У меня одна просьба. Пусть дадут нам быстрее землю, чтобы я смог построить там дом и жить спокойно со своей женой и детьми с поднятой головой у себя на родине. Семья Аюбовых в 1986 году переехала из села Мортепа в село Капш-Дузон. Отец Шамсидин Аюбов работал в то время строителем в совхозе. Ему в 1988 году выделили участок земли, куда поселили и другую, чужую семью. За 29 лет совместного проживания на шести сотках земли между семьями не раз возникали споры. Нигматулу Ашуров, председатель Джамуата Хонахоки Кухи, в курсе дел семьи Аюбовых, по его словам, им будет выделен участок земли на территории виноградного сада, так как сад является дехканским хозяйством. Каждому винограднику комитет по недвижимости определяет цену, они ждут аукциона. В списке на получение земли, как показал председатель Джамуата, двое из семьи Аюбовых. Это Шамсидин Аюбов и их сын Абдукарим стоят на 11 месте. Генеральный план готов, нет никаких проблем. Из села Кавштузон 60 человек получат землю. Землю выставят на продажу. Комитет по недвижимости один раз в месяц проводит аукцион. После аукциона мы им выделим участок. Холмрот Игамбердыев, руководитель управления по учету земель, комитета по землеустройству и геодезии республики сообщил, что за пять лет под строительство жилых домов в Гесарском районе запланировано выделить 1310 гектаров земли. К 2016 году уже распределено 700 гектаров земли. Распределением земли в каждом районе занимается районная комиссия. Материалы поступают в комиссию, которая, тщательно изучив все документы, принимает решение о выделении участка земли. Право частной собственности на землю в Таджикистане отсутствует. «Земельные отношения» регулирует Земельный кодекс республики. Документ, принятый еще в 1996 году, направлен на создание условий для рационального использования земель, а также для равноправного развития всех форм хозяйствования. Кроме того, в стране продолжается проведение земельной реформы, предоставление земель в пожизненно наследуемое пользование гражданам Таджикистана, для введения дехканского и личного подсобного хозяйства, развития садоводства, огородничества и в исключительных случаях строительства и использования жилья является одним из основных направлений земельной реформы. Молодой человек на правах анонимности рассказал нам, что бесплатно приобрести приусадебный участок невозможно. Я сейчас ищу пути, как приобрести участок земли подешевле. Только написав заявление, получить землю невозможно. Я встречался со многими своими сверстниками, которые подали заявление, но до сих пор не могут получить участок. Приходится использовать другие способы, чтобы получить землю под строительство жилья и лесодоводства. Таджикистан испытывает нехватку земельных ресурсов при избытке водных. Ограниченность земельных площадей объясняется сложными географическими условиями. Сейджафар Исмонов, председатель Демократической партии Таджикистана и представитель этой партии в парламенте, говорит, что у него на руках многочисленные обращения граждан на получение приусадебных участков земли на орошаемых землях. Больше 90% обращений, которые приходят ко мне, это просьба о получении участка земли на орошаемых землях. Люди не хотят строить дома в горной местности и пытаться озеленить эту местность. Если мы отдадим в пользование все орошаемые земли, то наши аграрии останутся без работы. Конечно же, каждый гражданин имеет право жаловаться в местные органы власти. Однако ответственные лица обязаны решать проблемные вопросы и проводить разъяснительные работы среди населения. Вопрос о справедливом распределении земли по-прежнему остается открытым, считают эксперты. Хотя расширение доступа к правам землепользования в Таджикистане является одним из основных факторов, от которых зависит увеличение продуктивности земель, что способствует развитию сельского хозяйства и решению проблем продовольственной безопасности. Репортаж подготовил Сафарбеки, Халил, Душанбе. Уважаемые радиослушатели, если у вас есть какие-либо комментарии, вопросы или вы желаете рассказать о своей проблеме, вы можете позвонить на наш номер 44-640-10-11. Вы слушали программу, подготовленную Британским институтом по освещению войны и мира. У микрофона была Шахада Цейбназарова. Наши радиосюжеты и статьи вы можете найти на сайте в интернете www.iwpr.net или www.kabar.azia А также на Фейсбуке вы можете посмотреть нашу страничку www.iwpr.tadjikistan Встретимся на этой же волне в то же время ровно через неделю. Мы снова с вами поговорим о том, что важно. Редактор субтитров А.Семкин